всем добрый день меня зовут Ренат Минязев и я представляю вашу внимание наш учебный курс мобильная разработка под android содержание курса представлено на слайде здесь показаны те темы которые мы постараемся разобрать в рамках всего нашего учебного курса ну темы я думаю вы прочитали то есть посмотрим какие инструменты используются для мобильной разработки под платформу android разработаем свои приложения первые посмотрим что такое экраны приложения layout как их наполнять также разберемся как связывать наше мобильное приложение с базами данных ну разбирать будем на примере subadmfql то есть связываться мы будем с сервером в интернете где размещена наша база данных и для этого будем использовать php скрипты которые будут отрабатывать также на нашем веб-сервере в интернете посмотрим что такое activity и что такое интенты разберемся как запускать несколько активностей и при этом передавать между ними параметры с использованием интентов далее также посмотрим как использовать файл настроек локальный для каждого мобильного приложения под названием shared preference в среде android studio который мы будем использовать для мобильной разработки уже имеется целый ряд различных шаблонов которые вы можете активировать при создании своего проекта мы посмотрим в частности шаблон navigation driver который использует фрагменты разберемся как работать с фрагментами также в качестве примера у нас будет задача сделать чтобы в нашем мобильном приложении у нас выводился список новостей который у нас будет подкачиваться из базы данных для вывода списка там будет картинка описание новости мы будем использовать адаптеры и лист view часто возникает задача прокешировать те данные которые ваше мобильное приложение уже скачала сервера в интернете как это можно сделать например использовать локальную субботу с qlite которая уже встроена в операционную систему android вот мы ее будем использовать и будем кешировать то есть сохранять в ней эти данные частности наши новости которые мы подкачали с интернет-сервера при этом для того чтобы наше мобильное приложение выдавала нам оповещение о том что появились какие-то новые новости мы будем использовать сервис который будет нас нам выдавать оповещение прямо на смартфоне далее посмотрим как публиковать свои готовые мобильные приложения play маркете что для этого нужно сделать и разберем ну и самая наша последняя тема это добавление в наше готовое мобильное приложение рекламного баннера а а а а а а